МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотим удочерить ребёнка, но у девочки есть две сестры. Можно ли забрать в семью только одного ребёнка? Нет, это невозможно. Забрать одного ребёнка нельзя. Но в исключительном случае, если один из детей не может быть передан в семью, то органы опеки рассматривают вопросы передачи одного ребёнка. Семейный кодекс Российской Федерации номер 223, статья 124, пункт 3. Усыновление братьев и сестёр разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. Мы с мужем хотим взять ребёнка под опеку. Скажите, можно ли его впоследствии усыновить? Да, законом это допускается. Если юридический статус ребёнка, это позволяет. То есть он является сиротой, либо его родители лишены родительских прав, признаны недееспособными, а также добровольно отказались от воспитания своего ребёнка. Семейный кодекс Российской Федерации номер 223, статья 123, пункт 1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью, на усыновление удочерения, под опеку попечительства или в приёмную семью, а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Семейный кодекс Российской Федерации номер 223, статья 124, пункт 1. Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Скажите, положен ли опекуну декретный отпуск? Да, положен. Вы можете находиться в декретном отпуске, пока ребёнку не исполнилось 3 года. Также вы имеете право получать денежное пособие со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения ребёнком возраста 1,5 лет в размере 40% среднего заработка. Эти деньги выплачиваются по месту работы. После достижения ребёнком возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячное пособие. Если вы не работаете, то денежные выплаты осуществляются через органы социальной защиты населения. Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 256. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральным законом. Отпуск по уходу за ребёнком может быть использован полностью или по частям также отцом ребёнка, бабушкой, дедом, другим родственникам или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребёнком. Скажите, можно ли сначала одному из родителей пройти школу приёмных родителей и усыновить на себя ребёнка, а затем второму родителю до усыновить ребёнка, не проходя этой школы? Орган опеки и попечительства должен подготовить гражданина, который решил усыновить ребёнка. По закону каждый из родителей должен пройти школу подготовки, после чего предоставить в органы опеки документ о прохождении этой школы. Если родители состоят в браке, усыновление возможно только обоими родителями. Федеральный закон номер 351. О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Статья 1, пункт 4. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется их подготовка по программе, утверждённой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Два года назад мы усыновили новорождённого, прошли школу приёмных родителей. И сейчас планируем усыновление ещё одного ребёнка. Скажите, а нам снова придётся проходить эти курсы? Нет, снова проходить школу приёмных родителей не обязательно. Вам будет достаточно предоставить в органы опеки справку о том, что вы уже прошли необходимый курс и готовы стать приёмными родителями во второй раз. В нашей семье пятеро детей, двое уже взрослые, двое студенты. Мы хотим усыновить ребёнка, но по нормам у нас не хватает жилой площади. Есть ли возможность всё-таки взять ребёнка в семью? Такая возможность есть. Однако по закону семьи усыновителей должны проживать в помещениях, отвечающих санитарным, техническим правилам и учётным нормам. Но замечу, суд, учитывая интересы ребёнка, может отступить от положений, установленных законом, при вынесении решения об усыновлении. Семейный кодекс Российской Федерации номер 223. Статья 127, пункт 1.1. При вынесении решения об усыновлении ребёнка, суд вправе отступить от положений с учётом интересов усыновляемого ребёнка и заслуживающих внимания обстоятельств. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин